Продолжение следует... 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 Спасибо тебе, Ларва. Спасибо. Я, наверное, тоже пойду, а вдруг мне письмо пришло. Ты давай беги-беги, нечего меня сторожить. А вдруг он тебе что-то другое напишет? Только ты от меня ничего не скрывай. Хорошо. Давай беги-беги. Счастливо. Пока. Девушка. Привет, Коль. Можно вас подвезти домой? Ну, если не торопишься, подвези. Что ж ты вперед не села? Боишься? Тебя, что ли? Просто не хочу, чтобы Зинка что-то подумала. Ревновать будет. Да знаю. Перебесится. Вообще она у тебя хорошая, добрая. А хозяйка вон какая, смотри. Весь дом на ней держится. Мать бы без нее не справилась. А ты ее что, сватаешь за меня? А почему бы и нет? Тебе жениться пора, Коль. Ну, правда. Армия позади, профессия у тебя есть. Зинка, она, конечно, справная. Но Борькин выбор мне больше нравится. Опять шутишь, Коль? Не скучай. Осталось всего 19 месяцев. Приеду домой, обниму тебя крепко-крепко. И никуда уже не отпущу. Ты подаришь мне сына. Да, и не улыбайся, я знаю, ты сейчас улыбаешься. Поэтому повторяю. Ты подаришь мне сына. А я подарю тебе любовь. Самую светлую. Самую красивую. Это счастье, знать, что тебя любят и ждут. Борькин, ты посмотри-ка, маленькая да удаленькая, все умеет. У меня же обычно Боря этим всем занимался. Он у меня тоже все по дому умеет. Татьяна Ивановна, Татьяна Ивановна, стойте. Ой, Катя, привет. Лариса, здрасте. Привет. Вам письмо. Это что? Так, лишите. Ух ты, спасибо, Катя. Ага. Спасибо. Что это такое? Это не Борин почерк. Это не Борин почерк. Я не буду этого читать. Я не буду этого читать! Татьяна Ивановна, ну что же вы раньше времени, дорогая? Все хорошо. Сейчас прочтем. Уважаемая Белова Татьяна Ивановна, ваш сын, рядовой Белов Борис Васильевич, верные военные присяги, проявив стойкость и мужество, погиб... Нет! Погиб при выполнении боевого задания. Передовой Белов Борис участвовал в 12 боевых операциях и награжден Орденом Красного Знамени посмертно. Нет, это невозможно! Этого не может быть! Это невозможно! Нет! Я не верю! Это не Боря! Это не мой сын! Я не верю! Я его не видела! Почему вы мне его не показали? Я же уже объяснял. Кошка заварили, потому что тело сильно изуродовано. Я не знаю, как жить. Зачем мне жить, Лариса? Как будем жить, Лариса? Привет! Привет! А вы чего тут? Слушай, я с тобой давно хотела поговорить. Ты чего, вечно за ней ходить будешь? Буду. Лариса, ну жить-то когда? Ты смотри, мы сколько с тобой раз в другое заедем, и все, оживи, как знаешь. Ну нету твоего Борьки. И Белова тебе никто. Ни свекровь, ни соседка. Вообще никто. Зиночка, спасибо тебе за заботу. Правда. Но вот так не надо. Что ты ей сказала? Ничего. Сказала, что мы с ней нянчиться бесконечно не будем. И все. Дура. Коля! Мы опоздаем, Коля! Коля! Давай, помогу тебе. Коль, не надо, опоздайте. Никуда я с вами не пойду. Ну хорошо. Я зайду только поздороваться. Ладно. Здрасте, Татьяна Ванна. А, ребят, привет! А я вот Боря носочки вяжу. Боря вернется, а у него к зиме носочки. Татьяна Ванна, вы сегодня ели что-нибудь? Я вам супчик, котлетки принесла. Ела? Я не помню, ела, не ела. Да? Не помню. Какая разница? Тебе Боря давно писал? Боря? Ага. Давно. Угу. Значит, нельзя ему сейчас. На задании он. На задании. Да, Татьяна Ивановна, пойдемте на кухню, пообедаем. На кухню? Да. А пойдем. Пойдемте. Пойдем. Пойдем на кухню. Коля, привет, Коль. Пойдем на кухню. Пойдем, Коль. Коль. Ты иди, ладно? Не надо тебе сейчас тут быть. Татьяна Ивановна. Поехали. А Зина где? Зина в кино. Мне не понравилось. Я тебя отвезу, потом я заберу. Лариса, подожди. Чего? Я вижу, ты устала. Хочешь, я всю дорогу молчать буду? Но я знаю, спереди ты не поедешь. Я тебя просто отвезу и все. Ты? Ларису замуж гони. Как бы она не сбрендила, как Белова. Ой. Ты, Валентина, чего не знаешь, не болтай, а? Татьяна просто сильно переживает. Ну, я с ней сделал сын потерять. Ну, да. Ну, она не сумасшедшая. Поняла? Ну, ну, что скрывать-то? Моя заловка вместе с ней работала в группе нянечкой. И вот, когда Белова после больничного не вышла на работу, так мою заловку попросили наведать ее, сходить наведать. И она видела все. Все видела. Спокойной ночи. Спасибо! Спасибо, Коль. Ларис, Ларис, я хочу, чтобы ты знала, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Звони в любое время. Угу. Не нужно. Ишь! И страдалась она с новым хакелем. Лариса, не обращай внимания. Здорово! Так и знала, что ты здесь. Не ожидала от тебя. Еще подруга называлась. Зин, ты все неправильно поняла. Что, Зина? Что, я не видела, как вы тут тискались? Ну-ка, стоять! Не ты мне слезы утирала? Что, ты не знала, как я его любила? Какая же ты стерва, Лариса! Тебя я не прощу. В ногах у меня будешь валяться, не прощу тебя. Понял, Самохин? И счастья тебе не будет ни с Ларицкой, ни без нее. Боря, как же мне жить без тебя? Боря, как же мне жить без тебя? Боря, как же ты? Ну, все. Хватит. Что было, то было. Надо жить. Ты к Татьяне больше не ходи, хорошо? Бабуль. Бабуль. Спасибо. Ну, давай я это решу сама. Там у них людей свободных нет вообще. Ясно. Что тут случилось? Да у Белова я совсем всю крышу сорвала, чуть дом весь не спарила. Хорошо, Лари, вы заметили? Она жива? Это вряд ли. Так, подождите, подождите. Вы родственница? Почти я невеста сына. Так, а какая она невеста? У нее парень в горячей точке погиб. Так, спасибо, разберемся с Сами. Убранник. Хорошо. Не обращай внимания, дочка. Главное, помни о нем. Это великое дело о нас помнить. А ты живи, люби. Сына его именем назови. У нее родня-то осталась? Поехали. 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 Я случайно узнал. Сразу понял, что ты здесь. Татьяна Ивановна умерла. Надо найти родственников. Там какой-то был двоюродный брат вроде. Я не знаю, Коль. Я не знаю. Не бойся, я помогу тебе. Николай! А, Лариса, а ты к Татьяне, ой, то есть домой с нами поедешь? Не надо, я сам отвезу ей. А, ну отлично. Пойдем, Лариса. Проходите. Проходите, проходите. Лариса! Лариса! А я на сестрен дом покупателей нашел. Представляешь, вот какая удача. Значит, ну ты в любое время можешь прийти, там, забрать фотографии Бори, письма, ну, что еще? А, да, носки. Ну, в общем, все как договаривались. Лариса, ты чего плачешь? Ну, не переживай. Я всегда буду рядом. Ну что, королеву-то позовем? Ну, что такая королева? Принцесса наша! Тихуй, письмо, себя называла. Так, выше дипломы. Улыбаемся. Левее. Снимаю. Вот тебе. Спасибо. Откуда узнал, что я ромашки люблю? Догадался. Ну, хорошо, я... Помню, как Боря тебе их покупал. Слушай, у меня завтра день рождения, я хочу тебя пригласить. Пойдем на дачу. У меня хорошо, у меня прям задом у река. Ну, значит, да? Нет, я подумаю. Ну, скажи, да. А кто еще будет? Мой приятель с подружками. С подружками? Ты не ошибся? У него их две, он определиться не может. Он любит одну, а другая любит его. А Зина будет? Нет, Зина не будет. Она не может. У нее дела. Я подумаю. Счастливо. Хорошо у вас здесь. Заметьте, из людей, кроме нас, с тобой тут больше никого нет. Значит, я твой единственный гость? Ну, получается так. Мне Голубев звонил. У него машина поломалась, так что он не приедет. Ну что, устроим пикник? Все-таки день рождения, как-никак. Не знаю, Коль. Может, я домой лучше поеду? Лариса, ты меня что, боишься? Нет. Я вообще никого не боюсь. Ну, вот и хорошо. Ну что, устроим пикник? Ну, давай. Коль, спасибо тебе, что меня вытащил. Правда. Давно я его так на небо не смотрела, ни о чем не думая. Ларис, по-моему, сейчас ливанет. Ага. Пойдем-ка в дом, а то сейчас вымокнем. Ой-ой-ой. С днем рождения. Спасибо. Побежали. Замерзла? Я согреваю тебя. Коль, не надо, пожалуйста. Я прошу тебя. Не надо. Раздевайся. Что? Да не бойся ты. Наденешь мою рубашку, пока платье сохнет. Пок romp вам, когда платье не masters. Ага. Сейчас. Наши. По-моему, я люблю. Оп-моему, я хочу. Пок publicly. Пок quindi. Пок Zug. Пок. Покус. 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 Коля, ты прости меня, я тебя неправильно поняла. Все ты правильно поняла. Все правильно. Дурак я. Давай не будем, пожалуйста. Ладно? Ради памяти Боря. Боря. Боря, Боря. Да нет больше Бори. А есть ты и я. Мы есть. Я Борьке страшно завидовал. С первой минуты, как тебя увидел. А теперь, когда его нет, я думал... Что ты думал? Что ты думал? Что вот так раз, да, и все, я забуду его? Господи. Коля, я думал, и ты. Пойдем в дом, простудишься. Что мы делаем? Прости. Все будет так, как ты захочешь. Коля! Пойдем. Пойдем. Продолжение следует... Нравится? Правда, фантастическая? Да, цена тоже фантастическая. Давайте примерим. Ты где ходишь? Прости, прости, я опоздала. Мне ещё Ваньку из садика забирать. Обслужи девчонку. Зина. Так ты теперь сюда устроилась? Ты что здесь делаешь, Королёва? Правда, значит, за Кольку выходишь? Я думала, мамка меня разыгрывает. Зина, ну ты же сама с ним рассталась. Сама? Иди отсюда, Королёва. Наш магазин не обслуживает таких, как ты. Иди, иди. Молодые люди! Понравилось? Слушай, ну ты мне работать мешаешь. Уходи. Всё равно вам счастья не видать. Как своих ушей. Пойдёмте. Какая прелесть! Шурик, я примерю, да? А… ВЕРЬ Папа. Ну, как всегда, опаздывают. Сейчас оштрафуем. Ну-ка, тихо. Долгом ошибся, боец. Да нет, вообще-то не ошибся. Я живу здесь. Мама где? Татьяна Белова. Выкарабкался, значит. Долго жить будешь. Не дождалась мать. Померла. Брат ее двоюродный, дядька твой. Дом нам вместе с участком продал. Все нотариально оформлено. Так что теперь мы здесь живем. А вещи? Так, когда мы въехали, не было вещей? Ясно. Надо же. Я думал, только в книгах такое бывает. Вот твоя мама. Девчушка какая-то ухаживает. Может, дочка? Или племянница. Часто ее здесь вижу. Порядок, но идет, потом сидит. Плачет. Я хочу остаться один. Девчушка какая-то ухаживает. Здравствуй, мама. Как же так, мам? Николай! Подходи. Здорово, братан. Здорово. Ты, говорят, жениться собрался, а друзей бегаешь? Ну, собрался. Ну так, это дело обмыть надо, иначе потом не загуляешь. Ну? Ну, зачем? Так обмоем. Здрасте, мама. Ирина Петровна. Ну, это ж я. Видите, жив, здоров, все хорошо. Бабуль, кто там пришел? Тише, 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 тише. Лариска, привет. Радость моя. Лариска, солнышко мое. Я вернулся. Ну, посмотри на меня. Боренька, а мы ж тебя похоронили. Да живой я, Ирина Петровна. Ну, и похоронка пришла, и военные цинковый гроб привезли. Борь, это правда ты? Да, конечно. А что же ты не писал-то, Борь? Как не писал? Не писал, ни одного письма не было. А как же мое письмо? Я из госпиталя тебе написал. Не было. Не было писем, Борь. Ну, правда, не было, бабушка. Не было. Не было, Боря. Ой, слушай. Да ты ж голодный, наверное. Сейчас я что-нибудь... Что с мамой-то случилось? С мамой... Она ждала тебя до последней минуты, Борь. Ирина Петровна. Смотришь ты серьезно, Никола. Ты перед бабами не дрейфь. И знаешь, как с самого начала она держать. Во! Ты лучше свою держи. Моя Лариска все знает. Фу, они все знают. Ай, наивные, а! Они все все знают до свадьбы. Слышь, ты как будто первый день живешь. Давай. За тебя. Давай. Красивое ты платье сшила. Ну что, много заказов? Бывают. Это хорошо. Я завтра пойду в таксопарк на работу устраиваться. А потом пойдем заявление подадим. Да? Угу. Следующее платье будешь шить для себя. Моя зачем? Ну, лучше купим. Хорошо? Борь, я должна сказать тебе кое-что. Это я хочу тебе сказать. Ларис. Ты спасла мне жизнь. Серьезно. Просто когда я думал, что, ну, все, что проще закрыть глаза и будь, что будет, я слышал твой голос. Я держался за это. Прямо карабкался из последних сил, чтобы еще разок тебя увидеть. Сейчас все будет хорошо. Самое страшное позади. Правда? Я люблю тебя. Кто там? Ирина Петровна, это я. Я на минуточку. Ирина Петровна, мне Ларису надо увидеть. Коля, хоть убери меня, не пущу. Лариса спит. И ты, пожалуйста, иди проспись. Я не хочу, чтобы она видела тебя такого. А что я? Что, человеку пива нельзя выпить? Ну, Коля, ну не сердись. Иди. Иди, иди, милый, иди. Да, это... Какой-то алкаш ошибся. Квартира, и сейчас он успокоится. Так, может, надо помочь мужику. Не надо, не надо, иди. Да. Колька. Колька. Это ж Колька. Коля. Боря. Жив бродяга. Слушай, подожди, ты как узнал, что я приехал? Ты и не знал? Ей-богу, не знал! А ты чего здесь? Да как чего? Я вот к Лариске. Коль. Коль, уходи, пожалуйста. То есть, как уходи. А он здесь останется? Ты его еще с собой спать положи. Коль, ты чего? Это невеста моя. Завтра в ЗАГС пойдем. Нет. Лариса моя невеста. А завтра станет женой. Угу. Это что, это правда? Почему ты мне не сказала? Боречка, я просто не успела. Я же тебя похоронила, понимаешь? Я похоронила тебя. А Коля, он был рядом. Он помогал мне. Так и получилось. Ты его любишь? Коль, не надо сейчас меня трогать. Не глупи. Не трогай меня, пожалуйста. Ларка, не глупи. Я прошу тебя, не надо меня трогать сейчас. Да ну не люблю я тебя, Коля. Отпусти меня. Коля! Коля! Не исходи с ума, ладно? Коля! Ну, давай забудем все. Ну, завтра же важный день. Завтра у нас свадьба. Да не будет никакой свадьбы, Коля. Какая свадьба я тебе изменила, а? Боря! Боря! Ну, Господи. Ну, ты лжешь, Ларка. Да не лгу я. Коля, я не люблю тебя, ты понимаешь? Не люблю я тебя. Ну, пускай так. Да отпусти ты меня. Да ты виноват. Да ладно. Да мы с ним по-любому встретимся, город маленький, он же мне, сволочь, всю жизнь сломал. Да, не повезло тебе, Никола. Так свадьба-то у тебя сегодня? Да не будет никакой свадьбы. На кольца зря растратился. Посмотрим. Опа. Красивая. Может, пузырь раздаем? Там в парке поляна хорошая есть. Точно? Давай пузырь раздаем. Братан, давай. Ну, давай. Угу. Включаем. Смотри, куда едешь. Стой! Стой! Держи! Держи Вора! Держи его! Держи его! Пусти! Пусти! Спасибо за документы важные. Сержант Грибов, в чем дело? Грабеж. Жить бела дня, вот в чем. Спасибо, человек неравнодушный попал. Так, пройдемте в отделение. Все! Пойду, мужики. Не могу. Люблю ее Лариску. Погоди. За угощение кто будет платить? Тихо, 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 тихо. А это тебе больше не пригодится. Кольц верни, козлина! Ты че, файерок, оборзил? Ты ж завалил его! Не очкуй, валим. Сидишь, тварь! Да тебя убить мало! Убили Коленьку, зарезали! Из-за тебя все! Ты его бросила, ты его у меня увела! Ненавижу тебя, ненавижу! Ты что несешь? Как убили, бабушка? Можно? Тулупов, Виктор Петрович! Спасибо тебе, парень! Выручил ты меня! А то бы... Каранты мне! Думаешь, здесь бумажки? Ошибаешься! Алмазики везу! Золотой лом! Тебе можно доверять, я это сразу понял! У меня предложение! Ты меня в Питере до дверей проводишь, как телохранитель! Понимаешь? А я тебя отблагодарю! Соответственно! Ну что ты все киваешь? Все равно тебе, что ли? Да, все равно! У меня никого нет, так что я свободен! Так это хорошо! Это замечательно! Все будет! Поступишь к нам охранникам! От дела пойдет! Нам собственная служба безопасности понадобится! Ну, интересное предложение! Заочно на управленца выучишься! У меня в институте зацепочка есть! Ну как, по рукам? А что, Борь, я тебя, пожалуй, со своей сестрой познакомлю! Она у меня девицеобразованная, фигуристая! Немножко постарше тебя будет, ну так это неплохо! Дай ты парню на ноги встать! Ай, хер! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Издалека приехала! Ну, не переживай! Сейчас устроишься! Коллектив у нас хороший! Диналь! Опять опаздываем, да? И что-то мы так вырядились на работу! Так, проводишь новенькую в кадры! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На работу, что ли? Да денег-то не платит! Ну ладно, что, приехала раз, пойдем! Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец! Классная машина! Ты служил! Не поспоришь! Спасибо! Теперь тебе надо жениться! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да у меня немножко другие планы, Роман Борисович! Женщина и женитьба там не значится! Хочу заняться реабилитацией ребят-афганцев! Боря! Это большие деньги, Боря! Это тебе не взаймы до пенсии подкинуть! Деньги – это дело наживное! А пока нет стоящей идеи… Ну почему же? Я в тебя верен! У тебя получится! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видела меня? Да, представляешь, так и было! Здрасте! Здравствуйте! Товарищ Попов! Как пожелаете? Да ничего, как вы! Слава Богу! Значит, договорились? Да! Красота! Погода восстановилась! Завтра выходной! Жизнь удалась! Слушай! Может, в парк завтра рванем? Не, не хочется! Фу-то кислятина! Ну чего в общаге-то сидеть, а? Опять будешь свои письма в стол строчить? Это ты откуда узнала? Да ножницы я искала, в шкафчик твой заглянула! Да не читала я их! Ну не читала я их! Ну извини! Больно надо! Мне сама расскажешь! Мне надо с тобой поговорить! Ты бы с этим Поповым поосторожнее! Он всех новеньких на вкус пробует! Дин, вот сплетничать со мной не обязательно! Да я не сплетничаю! Я предупреждаю! Вон Машка Титова! От него год назад аборт сделала! Да ну и дура! А я, если забеременею, рожать буду! Все, Дина, хватит! Да ты чеканутая что ли! Да Попов женат! Дина, что идем? Идем! Я, блин, тебя уже год жду! Ну извини! Что, баба, вы зарплату-то дали ко мне-нибудь? Ага, конечно! Петенки! Арбуз! Товарищ Петровна! Это вы, конечно, хорошо придумали! Отлично! Только вы лучше бы денежками нам! Знаете, товарищ Петровна, арбуз на сберкнижку не положишь! Пойдем поговорим! Ну что-то там плела по телефону, что не может встречаться! Юр, я беременна! Ты не пила таблетки, которые я тебе давал? Дура! Да! Какая же ты дура! Ладно! Я найду врача и все оплачу, но чтобы ни одна душа не знала! Ясно? Да не переживай ты так, Юра! Я сама все решу! И уеду! Жена твоя не узнает! Хорошая рука! Без кусочек, кто просил? Допустим! 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 Чё названиваешь? Они на работе. А Ирина Петровна тоже, что ли? Хватился, Ирина Петровна. Ирина Петровна в Иваново уехала, к Лариске, в Таносносях. Вот, Ирина Петровна квартиру продала, всё бросила и уехала. А Лариска замуж вышла? Бог её знает, может и вышла, а может это в Подоле принесла. Знаешь, у этой девчонки такая судьба, врагу не пожелаешь. А чё ты, милок, откуда будешь-то? Чё-то я тебя раньше и не видела. Сонечка, ты чего так рано проснулась? Воскресенье же. Ну, мамочка, кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Как же я соскучилась по этому дому. Ну, так надо было оставаться здесь, тебя никто в Петербург не тянул. Нет, мам, это всё не то. Я хочу настоящего успеха, настоящее дело. Вот, это мои эскизы. Посмотри. Какая красота. Боже мой, Соня, это очень талантливо. Боря, ну я же знаю тебя много лет. У тебя изысканный вкус, редкая интуиция. Неужели ты не видишь, что это бомба? А Валентин Игоревич прав. Очень необычная работа. Да у Софьи с головой всё в порядке. Никаких шурмур там нет. И учти, с Софьей уже начали интересоваться твои конкуренты. Оставь, Глеба, её телефон. Ты представляешь, этот Антонов старше её на восемь лет. Это же полжизни, мам. Ой, родная, ничего ты в этом пока не понимаешь. Мужчина старше – очень выгодная партия для вас свистушек. Потому что он уже нагулялся, у него есть опыт. А теперь он хочет заботиться о ком-то. Он хочет семьи. Ну, представь себе, мам, вот смотри, мы идём в клуб, а Наташка у телевизора. А если в гости, она всё время только с ним. Ой, сейчас, подожди, скручку. Сейчас, подожди. Да? Да, это я. Откуда? Арт-золото? Да. Да, да, безусловно. Конечно, я готова прийти на презентацию. Да, хорошо. Простите, ради бога. Я сейчас вам помогу. Вы прям… Что вы делаете? Уберите свои руки. Где? Где у вас туалетная комната? Вот. Молитесь, чтобы я не опоздала на собеседование. Я ещё раз прошу прощения. Где у вас конференц-зал? Так я провожу вас. Нам в другую сторону. Куда? А, хорошо. Добрый день. Добрый. Вы пунктуальны. Похваленная черта. Спасибо. Я могу начать? Конечно, начинайте. Помогите мне, пожалуйста. 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 Уважаемые господа, я хочу представить вам проект, который я назвала «Золото славян». Алло. Сонечка, привет. Что случилось? Мамочка, всё прекрасно. Твоя дочь – гений. Золото славян всех очаровало. И я теперь работаю в арт-золоте. Кстати, что ты говорила насчёт мужчин в возрасте? Я говорила, что мужчины в возрасте могут быть интересны. Так вот, Борис Васильевич – просто чудо. И завтра мы идём ужинать. А когда я теперь тебя увижу? Ой, мамульчка, я даже не знаю теперь когда. А может быть, тебе лучше ко мне приехать? Мамочка, я тебя очень люблю. Да, Борис Васильевич, хорошо, я вас вижу. Хорошо, жду. В общем, до наших я недели три пробирался. Передвигаться было только ночью, можно. Ребята нашли меня на минном поле. Я был без сознания. Потом в госпиталь. Спасибо врачам, они спасли мою ногу от ампутации. Я просто боялся, всё переживал. О, ну как, как если любимая девушка танцевать будет? Натанцевались потом. Борис Васильевич, а пойдёмте танцевать? Ну, пойдёмте. Соня, ты что, я не умею. Ну, пойдёмте, Борис Васильевич. Нет, Соня, ты что, я не умею. Да, конечно, умеете. Пойдёмте. Ну, пойдёмте, пойдёмте. Ну, пойдёмте. Откуда это у тебя? Скажи мне. Как ты это делаешь? Ты даже не представляешь, с кем ты имеешь дело. А ты не представляешь, какой он на самом деле. Он умный, добрый, честный. Если хочешь, я влюбилась. Да. Я влюбилась. Как здоровья, Лариса. Хорошо, матушка, спасибо. И когда же ты все успеваешь? Дорога-то к нам не близкая. Так я жила раньше в этом городе. Соня-то часто навещает? Не часто. Два месяца уже с ней не взялись. Ой, Господи, как же хорошо-то у вас тут. А если надумаю остаться, примете? Подумай. Сможешь ли отказаться от Мирского? Наша жизнь – большой постоянный труд. А ты еще молодая. Ну ладно, иди с Богом. Спасибо вам. До свидания. Ну что же, я думаю, что на выставке нас ждет успех. Соня, как ты замечательно придумала с этой детской коллекцией. Да, Соня, это наше все. Сонечка. Вы преувеличиваете, Борис Васильевич. Глеб, проводишь меня? Глеб, спасибо, конечно. Соня, давайте я вас отвезу домой сам. Если вы не против. Хорошо. Окей. До завтра. Соня. Я вам хочу кое-что показать. Пойдемте. Хорошо. Борис Васильевич, что случилось? Боже мой, какая красота. Это что, белое золото? А бриллиант? Не меньше четырех карат, да? Господи, какая гранка. Это Фландерс, да? Ручная работа. Это потрясающе. Соня, успокойся. Ты не на работе. Соня. Я хочу, чтоб ты стала моей женой. Вы... Ты... Ну, просто напомнила мне, что... Что я живой. Что время уходит. Что-то я не то говорил. Я влюблен в тебя. Правда? Ну, как мальчишка. Мне и стыдно, и в то же время я счастлив. Я подумаю. Это хорошо. Многим будет не нравиться, что мы вместе. Ну, разница в возрасте, все такое. У тебя будет время подумать. Так что... Переезжай ко мне. Нет, до свадьбы у нас ничего не будет. Я обещаю. Мам. Мам, привет. Соня. Родная, у тебя что-то случилось? Время два часа ночи. Мам, случилось. Я выхожу замуж. Да. Борис Васильевич сделал мне предложение. Как замуж, Соня? Ему вообще сколько лет? Вы давно знакомы? Мам, ну что ты такое говоришь? Какая разница? Он замечательный, понимаешь? Мам, у него просто потрясающие глаза. Мам, я очень хочу, чтобы ты приехала. Да, я очень хочу вас познакомить, мамочка. Как же я рада, что ты приехала, мамулечка. И Боря скоро должен вернуться. Да, хорошо. Только я вот как-то себя некомфортно чувствую в этом платье. Кажется, он такой яркий и этот вырез на спине. Да ты чего? Ты потрясающе выглядишь. Ты у меня красавица. Тебе очень идет, правда. А вот и Боря приехал. Ну? Мам. Привет. Мам, познакомься. Это Боря. Мой любимый мужчина. Боря, это моя мама. Она замечательная. Надеюсь, вы подружитесь. Борис? Ларис. Ну вот и замечательно. Ладно, а я пойду проверю, как ужин. Лариса. Не надо ничего говорить. Боря, я люблю тебя. Почему вам первое показали? Я же уже объяснял. Конечно. Скажи, а Соня чья дочь? Соня не твоя дочь, не переживай. Ты за это время... Совсем не изменилась? Мобы поменялись. Мобы поменялись. Сонечка, тебе чем-нибудь помочь? Сонечка, тебе чем-нибудь помочь? Мама, Боря, я хочу поднять тост за то, что здесь сегодня два самых близких мне человека собрались и познакомились. Мама, а ты чего не ешь? Тебе не нравится? Нет, нет. Просто голова немного разболелась. В нашем возрасте важно больше отдыхать, чем волноваться. Мам, ну до чего кокетничаешь? Какой возраст? Тебе и тридцати-то никто не дает. Лариса Дмитриевна просто хочет сказать, что я слишком старова для тебя. Лариса Дмитриевна хочет сказать, что устала и хочет пойти прилечь. Я была очень рада с вами познакомиться. Спасибо за ужин. Нет, нет, нет. Не стоит. Отдыхайте. Борь, что такое? Не приглянулся я твоей маме. Ну, что ты такое говоришь? Глупости. Сама не знаю, что с ней такое. Соня, скажи мне честно, ты его любишь? Он не такой, как все, которых я встречала раньше. Борис мужественный. Настоящий джентльмен. А мне кажется, любовь с этого и начинается. С уважения. А его невозможно не уважать. Вот познакомишься с ним поближе и обязательно узнаешь. Я очень рада за тебя. Но я завтра уеду домой. Мам, ну я же просила тебя задержаться хотя бы на неделю. Миленькая моя, ну я же не маленький ребенок. Ну я могу добраться сама. Мам. Соня, тебе стоит поторопиться, а то опоздаешься, совет. Ты не переживай, я Ларису Дмитриевну отвезу на автовокзал и посажу на автобус. Спасибо. Мам. Только обещай мне, что в следующий раз ты задержишься хотя бы на неделю. Я постараюсь. Удачи тебе во всем. Спасибо. Пока. Ты не можешь его так взять и уехать. Нам нужно поговорить. Лариса. Ларис, подожди. Подожди. Давай поговорим. О чем? О нас. О нас? Нам не о чем говориться. Нет, есть о чем. Ларис, постой. Да подожди ты! Я понимаю, что ты мне ненавидишь. Ты имеешь на это полное право. Я до сих пор себе не могу просить то, что оставил тебя с Николаем. Но я думал, ты его любишь. Ты тогда мне ничего не сказала. Послушай меня, я не хочу тебя снова потерять. Лариса, мы с тобой еще молоды, понимаешь? Мы можем все начать заново. Заново? Боря, ты спросил меня, как я жила все эти годы? Как я одна Соню вырастила? Что я чувствовала все эти годы? Ты спросил меня? Нет, ты не спросил. А Сонечка? Что ты скажешь Соне? Что мне ей говорить-то? У меня с ней ничего не было. Она умная, замечательная девочка. Она на себе найдет кого-нибудь. Молодец! Отлично выходит! Поматросил и бросил. Так что ты ей скажешь, Боря? Скажу, что я люблю тебя. Давай все ей расскажем, объясним, она поймет! Боря, что она поймет? Ты в своем уме? Что собственная мать перешла ей дорогу? А мужчина, которого она любит, просто подлец? Только попробуй обидеть мою дочь. Я тебя никогда этого не прощу. Лариса, подожди. Садись. Чего стоишь-то? Глеб, скажи, тебе нравится Соня? Садись. Чего стоишь-то? Странный вопрос, Борис Васильевич. Соня-то ваша невеста, она не может мне нравиться или не нравиться. Я ценю твое благородство. Давай вот без этих, вот этих фраз. Скажи честно, ты такого расстроена из-за того, что я тебя опередил? Да? Нет, я не расстроен. При чем здесь вообще расстроен? Я просто, я просто не понимаю, почему вы гробите ее жизнь. Но это же видно, что вы не любите ее, и она вас. Нет, я конечно понимаю, что брак по расчету это самый крепкий брак. Но вы здесь при чем? Я догадался, что ты влюбился в нее по ушам. Давай поможем друг другу. Ну ты ведь знаешь, что мы должны лететь в Болгарию. Да? Вот так вот. Полетите вы с Сони вдвоем. Борис Васильевич, вы… Да успокойся ты, сядь, сядь. Я не могу тебе все рассказать. Так будет лучше. Для всех. Вот деньги. Хорошенько отдохните, расскажи ей о своих чувствах, о своей любви. Постарайся убедить ее, что такой антиквариат, как я, просто ей не пара. Договорились? Не думал я, Борис Васильевич, что вы на такое способны. Это же… это свинство какое-то. Я понимаю, это подло. Ну сейчас я думаю о своих интересах. И ты получишь свое. Ну так что? Хорошо. Деньги возьми. Спасибо, у меня свои имеются. Здравствуйте. 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 Сонечка. Солнышко мое. Иди ко мне, поговори. Я поговорить с тобой хотел. Ты только пойми меня правильно, хорошо? Дело в том, что я не смогу поехать с тобой в Болгарию, как обещал. Почему не сможешь? У меня небольшие заморочки с бухгалтерией. Тогда я тоже никуда не еду. Ну как ты это никуда не ешь? Ты что? Ты у меня заслужила отдых. Я тебя отпустить одну не могу, ты сама понимаешь. Поэтому тебя будет сопровождать Глеб. Глеб? Да. Он же постоянно ко мне придирается. Ну может он просто боится в тебя влюбиться. С чего ты взял? Да ни с чего. Ладненько, пойдем вещи собирать. Касатик, ты к кому направляешься? К Ларисе Королевой. А что? Да ее нету. А где она? В монастырь подалась. Как в монастырь? Дариса, к тебе гость приехал. Видимо это тот самый человек, о котором ты на исповеди говорила. Я хочу покоя. Мне нужно поговорить с Ларисой. Лариса не сможет с вами встретиться. Почему не сможет? Вы что ее под замком держите? Лариса пришла к нам по собственному желанию. Я понимаю, но она нужна своей дочери. Она мне нужна. Я заплачу любые деньги, мне просто нужно поговорить с ней. Царствие небесное за деньги не купишь. Поезжай домой и крепко подумай. Ну как, Балчик? Во дворце Марии Днебуржской были? Были. И вино пили. Очень вкусное. Боря, я должна тебе кое-что сказать. Давай потом? Нет, прямо сейчас. Ну, пойдем. Сонечка. А что у тебя такой вид? Ты наконец-то придушила Глеба? Я не заслуживаю прощения. Я тебя изменила. Тебе все равно? Сонечка. Ты мне очень дорога. Ты мне так дорога, что даже представить себе не можешь. А ведь ты и не любил меня никогда. Сонечка. Лучше б ты меня ударил. Добрый вечер, Соня. Здравствуйте. А я вам подарок привезла. А я вам подарок привезла. Очень хорошая. Мне кажется, вам понравится. Спасибо, не ожидала. Соня. Соня, я тебе кое-что скажу, а ты сама решай, как тебе поступать. Хорошо? Как раз перед твоим отъездом в Болгарию, Борис Васильевич и Глеб кое-что обсуждали. Обсуждали. Соня уехала. Передала. Передала вам ключи. Больше ничего? Нет, ничего. Ужин готов. Где вам накрыть? На кухне или в столовой? Я сам себе положу. Спасибо. Можете идти. Хорошо. Соня. Соня, что случилось? На работе тебе нет. Телефон отключен. Что не так? Ты рассказал Борису о нашем приключении? Это не приключение. Я люблю тебя. Так ты рассказал? И как он отреагировал? Ну, назвал меня подлецом. Ты же врать не умеешь. Поучился бы у своего хозяина. Стой. Ну, сказал А, говори Б. Хорошо. И сколько денег тебе этот делец отвалил, чтоб ты меня в кровать затащил? Ненавижу. Ну, это же не правда. Ну, что за бред? Не прикасайся ко мне. Я вам не подопытная муж. Можешь так ему и передать. Проходите, проходите. Он там. В тренажёрном зале. Я просто не знаю, что мне с ним делать. Может, врача какого-то вызвать. Давно он так? Да уже третий день. Так, не надо никого вызывать, я сам разберусь. Спасибо. Борис Васильевич. Борис Васильевич, вставайте. Я прощу меня не беспокоить. Соня, кто-то рассказал о нашем договоре. Вы обязаны открыть ей правду. В чем проблема? Возьми да расскажи. Да Соня даже не хочет разговаривать со мной. Борис Васильевич, да проснитесь уже. Вы говорили, что так лучше будет всем. И что? Лучше? Сейчас всем одинаково плохо. А я Соню потерял навсегда. Чего ж ты так орешь-то? Борис Васильевич. Ладно, поехали. Я сначала в душ, потом поехали. Варвара Петровна. Скажите, а это вы передали Соня наш разговор? Ясно. Это расчет. Не забудьте за собой захлопнуть дверь. Поехали. Поехали. А ты что здесь делаешь? Верните ключи, а то я вызову полицию. И, кстати, подпишите мое заявление об увольнении, а то меня на работу не берут. Давай ты сначала меня выслушаешь, а потом будет увольнение и все остальное. Договорились? Смотри сюда. Она думала, что я погиб. И уже собиралась выйти замуж. Тут я объявился. Я тогда сделал глупость. Оставил ее с другим. А по сути бросил ее. Потом долго искал, но это уже не важно. Я до сих пор ее люблю. Бедная моя мамочка. Уходите. Оба. Оказывается, любовь – неизлечимая боль. Тяжелее всего ночью. Так вот, почему ты плакала по ночам. Тяжелее всего ночью. Все, понял. Подождите. Я хочу видеть маму. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не могу Это гордыня В тебе говорит Лариса Любить значит отдавать А ты прячешься от самых близких Грех это Жизнь тебе дает еще один шанс Благодари Господа Живи, люби Иди с Богом, дочка Соня Мама Подожди Ну здравствуй, родная Прости меня Я так долго тебя ждала Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok